Международный информационный выпуск «Середины земли» в эфире телеканала АТВ. Приветствуем жителей Бурятии. И прямо сейчас о главных событиях при Ангаре расскажу я, Александра Кошерникова и корреспонденты телекомпании Аист. Здравствуйте. На улицах Иркутска начали свою работу елочные базары. Для продажи живых елей, игрушек и сувениров в городе специально определено 30 торговых мест. О цене и ассортименте новогодних красавиц узнавала наш съемочная группа. Продавец овощного отдела Валентина Попова уже третий год за неделю до новогодних праздников вместо овощей продает живые ели. За эту работу ее ждет прибавка к зарплате. Валентина рассказывает, что цены на зеленых красавиц не меняются уже второй год. Елка идет метр 500 рублей, чуть пониже 300 рублей. Там около двух метров, метр 80. Она идет 800 рублей тысяча. Выше, примерно 2,5 метра, она идет 1200. Три метра, она идет 2000. Вот такие вот цены. Эти деревья привезены из ангарского лесхоза, где они специально выращиваются для новогодних праздников. Рано утром рабочие спиливают елки и сразу доставляют их на рынки. Для тех, кто не может позволить себе живую ель, на базарах имеются кедровые или сосновые ветви с шишками. За первый день работы Валентина продала около 15 елей и чем ближе Новый год, тем больше елок продается. Римма Александровна усердно выбирает елку для себя и своей семьи. Ей нужна самая пушистая живая ель высотой около двух метров. Потому что с детства мы ставим живую елку. Я к этому привыкла. И все. Это обычай. Мы так привыкли. Мы до потолка ставим. У нас еще довоенные игрушки есть. Для удобства иркутян елочные базары организованы во всех четырех районах города, в местах с большей проходимостью, рынках, остановках и многолюдных улицах. Они будут работать до 31 декабря. Татьяна Веретина, Любовь Фефилова и Константин Синицын. Новости сейчас. На базе архитектурно-этнографического музея Тальцы строится модульное пожарное депо. Первый спецавтомобиль для него сегодня был получен в Иркутске. На месте будущей базы пожарной охраны побывал Артур Харламов. В торжественный момент ключи от новенькой пожарной машины переданы спасателям из Тайшета. Сегодня еще пять спецавтомобилей пожарной охраны отправятся в разные районы Иркутской области. Такой подарок службе МЧС к Новому году подготовили в рамках реализации программы обеспечения пожарной безопасности в Приангарии. Как отметил министр имущественных отношений Антон Протасов, в этом году уже ушли на службу шесть машин. Такое обновление автопарка крайне необходимо области. На самом деле у нас есть в некоторых частях автомобили, которые используются более 30 лет. Поэтому в этом году то, что у нас очень большое обновление техники, это, конечно, очень положительно сказывается и на времени реагирования на пожары и на различные другие ситуации. Один из автомобилей, вот этот с надписью «Тальцы на борту», отправится нести службу в одноименный этнографический музейный комплекс. Для спецтранспорта на территории музея уже развернуто строительство пожарного депо. Ну и теперь, конечно, после того, как мы получили машину, будет скоро вторая машина, наш музей будет полностью обеспечен пожарной безопасности, и мы этому очень рады, и мы, как говорится, будем спать спокойно. А вот и само депо. Его разместили в стороне от старинных подстроек. Возведение сооружения обошлось в 6 миллионов рублей, которые были выделены из областного бюджета. В просторном боксе достаточное место для двух автомобилей. Сейчас здесь уже закончили с основным этапом строительства. Остались только отделочные работы. По плану закончить их и сдать депо в эксплуатацию планируют в конце января 2014 года. Кстати, в новом модульном депо найдется место не только для автомашин. Помимо двух единиц спецтехники в новом пожарно-модульном депо постоянно смогут находиться разные группы дежурных спасателей. Это поможет обеспечить мобильность в случае экстренной необходимости по всему Байкальскому тракту. Артур Харламов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Золотой юбилей праздновали в Иркутском ЗАГСе три пары. Торжество организовано клубом «Любовью дорожить уметьте» при поддержке Союза пенсионеров России. На праздник пришли не только юбиляры, но и их семьи. Подробнее в следующем сюжете. В этом зале присутствуют золотые пары, которые соединили свои судьбы в далеком 1963 году. Это семьи Журавлёва, Касьянова и Марлышева. Во дворце бракосочетания проходит торжество в честь 50-летнего юбилея брака трёх пар. Организаторами выступили участники клуба «Любовью дорожить умейте». Для юбиляров Галины и Геодима Касьяновых это событие является подтверждением их долгой любви друг к другу. Надо жить, как говорится, по законам Божьим. Смирение, терпение. Ну и, конечно, любовь должна быть. Превышу всего уважение, умение понимать друг друга. Так, мне кажется. Как ты считаешь? Я считаю полностью так, как и ты. Галина встретила свою любовь, когда работала в комсомольской организации. С Геодимом друг к другу они приглянулись сразу. Через семь месяцев молодые и влюблённые уже были молодожёнами. Свой брак Галина и Геодим зарегистрировали, когда им было по 26 лет. Теперь у юбиляров большая семья. Сын, дочь и пятеро внуков. Их дети, взяв пример с родителей, строят крепкие семьи. Так сын Василий в браке уже семь лет. Нужно быть закалённым человеком, таким, каким являются наши родители, чтобы так долго суметь пронести через всю жизнь вот эту совместную любовь, совместную деятельность, творчество. Тем не менее, я надеюсь, что тоже встречу юбилей. Проект «Любовью дорожить умеете» организован в 2005 году. Именно тогда был выигран грант на 100 тысяч рублей. Благодаря такому проекту у золотых пар есть шанс вспомнить давно минувшие свадебные дни. Я хочу сказать и пожелать не только молодым, но и всем, которые вступают в брак, сохранить традиции и относиться друг к другу с пониманием. Вот мы с мужем прожили уже 53 года. У нас сыну 52 года, а внуку 30 лет. И я хочу сказать, мы очень счастливы. Счастлива и семья Касьяновых. Поздравить друг друга. Поздравляем! Горько! На базе клуба создан проект «Молодая семья» для поддержания семейных ценностей у молодых людей. С будущими молодоженами проводятся беседы о сохранении традиций института брака. Мария Князева, Елена Батаева, Александр Барановский. Новости сейчас. Мы рассказали вам о некоторых событиях при Ангаре. Спасибо, что были с нами. Сейчас слово нашим коллегам. Здравствуйте, коллега! В международной программе «Середина земли» о новостях Забайкальского края вам расскажут корреспонденты программы «Время новостей» телекомпании «Альтес» в студии Юлия Тимошенко. «Черно-белое Забайкалье» проект нашей телекомпании, стартовавший чуть более недели назад, вызвал огромный интерес зрителей. Короткие сюжеты, снятые операторами студии Восточно-Сибирской кинохроники в период с 1939 до середины 80-х годов, безусловно, привлекли внимание. Как только они появились в эфире, нам начали звонить люди. Кто-то узнавал себя, своих родных или знакомых. Мы начинаем серию репортажей о тех, кто в разные годы попал в объектив телекамеры, чтобы из первых уст узнать, как сложилась их судьба и жизнь героев сюжетов. Это закрывают отверстие. Когда металл выпустили, его закрывают отверстие. И правит печь шлаковый пояс. Он вырабатывается, шлак же активный. Вот где Дима Михайлов, сосед наш. Это берут на анализ металл в лабораторию. Просматривая уже который раз сюжет о Петровско-Забайкальском металлургическом заводе, Михаил Кузнецов то и дело снимает очки. Вытереть слезы. Смешение чувств, говорит. Однажды в эфире «Альтеса» в черно-белых кадрах 47-го года он увидел знакомое лицо. Сосед дядя Дима. Так он называл этого столевара, когда был мальчишкой. Хотя на самом деле его звали Данил Михайлов. Уроженец красного чекоя работал металлургом на заводе с 42-го года. Соседа увидел, ну как, я его уже такого не видел. Я сам с 51-го года, а это 47-й год. Я его только помнить начал где-то с 56-го года, с 57-го, когда по улице бегать начал. А какой он человек был? Ну вообще, таких людей бы, если было бы хотя бы 10% у нас, мы бы давно все построили, что хочешь. Коммуникабельные абсолютно. Ни в чем никогда не отказывал. И в помощи, и во всем. Жили, улица наша дружная была, профсоюзная. Она, в общем, как песня поется. Весна на Заречной улице. Самая любимая песня у нас была, конечно. И в праздники, и в гулянках всякие, и на хилок мы выезжали. Все время с баяном. Данил Михайлов воспитал дочь Александру и сына Геннадия, который, к слову, родился в год, когда была сделана эта запись. Всю жизнь проработал на металлургическом заводе. За месяц до пенсии, в 50 лет, у него остановилось сердце. Глядя на такого замечательного соседа, многие мальчишки тоже пошли в Столевары. Михаил не стал исключением. Также работал на Петровском металлургическом, огромном заводе, история которого началась еще в конце 19 века. Десятилетиями он выпускал строительный прокат из сталь. В военные годы металлурги также изготавливали боеприпасы, запчасти и детали для сельхозтехники. Здесь плавили металлолом со всего Забайкалия и Монголии. Сюда на переплавку привозили даже немецкие танки. И ностальгии, и все, и жалко. Город был, моногород, считай, он жил за счет завода. Пять с лишним тысяч только на заводе работало. Четыре мартеновских печи. Объем производства в 1972 году достиг 420 тысяч тонн стали. Да и зарплаты в то время были достойные. За пару месяцев простые столевары могли скопить на новенький москвич. О Петровском металлургическом заводе Михаил может говорить долго. Как работали, процветали, выживали, умирали. 2002-й вошел в историю как год признания завода банкротом. От былой славы во всех смыслах остались руины. Ну а груз нам те, кто в разное время там трудился, стараются не думать. И вспоминают самое лучшее. В том числе, глядя на такое редкое видео. Юлия Тимошенко, Сергей Миртов. Время новостей. Покорена новая спортивная вершина. Юные футболисты клуба «Чита» одержали уверенную победу в финале Кубка России среди команд ПФЛ 2-го дивизиона, проходившего в Сочи. Это самое крупное достижение для забайкальского футбола за последние два десятилетия. Путь к этой награде для забайкальских футболистов был очень трудным. На отборочном этапе удалось занять первое место в своей группе, опередив сильные команды со всей Сибири и Дальнего Востока. Наши ребята показали свой класс в сражении с командами Братска, Благовещенска, Иркутска, Комсомольска-Наамури. И вышли в финальный этап Кубка. В Сочи наш футбольный клуб не входил в число фаворитов. Но уверенная игра, правильно выбранная индивидуальная тактика позволили победить Ставропольская «Динамо» и Жевск. В финале нашим противостоял очень сложный противник. Команда «Сокол» из Саратова. Основное время закончилось в ничью. А вот серия пенальти склонила чашу весов в нашу сторону. Нервы забайкальских игроков оказались крепче. Наши ребята стали лучшими среди 200 российских команд, опередив всех своих 17-летних сверстников. Я думаю, что мы заслужили эту победу. Команда, может, нас не дооценивали. Я не знаю, приехал читать, откуда вообще это не дооценили, мы победили. Это не передать чувство, это неописуемо даже. Это радость, эмоции. Желаю вообще каждому такое пережить. Для нас считалось, что самый успех будет, если мы войдем в тройку или в четверку даже. Но от игры к игре ребята играли, и уверенность у них росла. И было видно, что ребята могут побороться за тройку. Но когда они вышли в финал, конечно, радости не было предела. И когда было сказано, что наша команда стала победителем, конечно, было очень радостно на душе. И вообще это предел мечтаний, как говорится, сбылся. Антон Матушевский, Валерий Широков. Время новостей. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Передаю слово моим коллегам. Здравствуйте. Спасибо, Марина. Мы приветствуем жителей Бурятии. И прямо сейчас о самых заметных новостях Монголии расскажут корреспонденты новостей на ЦАКТ и Япру Дошу Даныня. Сегодня представили и третью Красную книгу редких животных и растений Монголии. Обновленные издания дополнили новыми видами животных, требующих особой охраны. А также исключили некоторые наименования растений. Подробнее далее в сюжете Далгар Сурен. В Красной книге Монголии зарегистрировано 110 видов животных и 192 вида растений. Из животных рысь, лесная и водная норка, бурый медведь, из птиц белая цапля и гусь. В обновленную версию книги вошли 25 видов животных и 95 видов растений. Вторую Красную книгу издали в 1997 году. С тех пор были изменены все правовые акты и законы в окружающей среде Монголии. Также создали международные документы по политике охраны и сохранению растений и животных всего мира. Сейчас самому большому уничтожению подвергаются животные и растения. Поэтому мы решили обновить второе издание. В создании Красной книги приняли участие 80 ученых. В Монголии входит число стран со скудным животным и растительным миром. Но в то же время именно в Монголии много редких и исчезающих видов животных и растений. Поэтому цель Красной книги – ознакомить людей с ними и постараться сохранить их совместными усилиями. Со стороны нашего министерства проводятся работы, направленные на сохранение животных и растений, в частности, редких видов. Например, ограничили охоту. И будем дальше переходить на систему решения вопроса на месте путем проведения собраний среди местных граждан. Включив редкие и исчезающие виды животных в Красную книгу, станет возможным сохранить их и увеличить численность. После того, как Лодж Пржевальского вписали в Красную книгу, ее поголовье теперь насчитывает 400 штук. С одной стороны, Красная книга служит охраной для редких животных и растений, а с другой стороны – меморандумом, призывая бережно относиться к нашей природе. Существует несколько видов охраны. Охрана территории, где распространены эти растения и животные, и увеличение количества ослим путем распространения и размножения. Тираж Красной книги составляет 2000 экземпляров. В скором времени Красной книге будет передана в фонд общеобразовательных школ. А уже в будущем году книга будет доступна через интернет. Далгар Сурен и Белик Айз Монголия. Сегодня в детском дворце Монголии прошла благотворительная елка для детей с малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными физическими возможностями. Тема продолжит Далгар Сурен. Лунная принцесса спускается прямо с небес и со своими помощниками и лесными зверушками преодолевают многочисленные препятствия. Они спешат, ведь на носу Новый год. Дети, участники елки, тоже не остаются в стороне, помогают сказочным героям. В этом году в детском дворце Монголии собрались десятки ребят. Вместе они встречают праздник с песнями и танцами. На такой елке я впервые. Все очень интересно, весело, придумано. Спасибо моим родителям, что привели меня сюда. Мне все очень понравилось. Долго смеялись с моими друзьями. На праздник пригласили детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Родители ребят выразили благодарность за такой незабываемый праздник, который организовало столичное руководство. Раньше елки отмечали в основном дома. Теперь же такой прекрасный праздник для наших детей проводят в детском дворце. Большое спасибо организаторам. Гостями елки стали ребята-представители шести районов столицы. Также приглашение получили и отличники. Главная цель елки, чтобы все дети без каких-либо ограничений получили возможность прекрасно провести время. Также в наших планах создать центр для развития детей. Для всех приглашенных детей билет на елку бесплатный. Это были новости Монголии. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты Си-Си-Тиви Русский из Пекина. Телеканал Си-Си-Тиви Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии Максимилиан Раздольский. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях в Китае. Китайские дипломаты рассказали о своей работе в уходящем 2013 году. Министерство иностранных дел КНР организовало прием для всех желающих. Достаточно было лишь подать заявку в интернет. Гостей мероприятия знакомились с теми, кто стоял за важными дипломатическими решениями этого года. На приеме побывали и наши корреспонденты. Лю День Си – адвокат. Как и многие другие гости, он никогда раньше не встречался лицом к лицу с высокопоставленными дипломатами. Как и многие другие, он получил такую возможность с помощью социальных сетей. Стремление МИД КНР стать ближе и понятнее простому обывателю Лю День Си называет важным и показательным. Я думаю, что это очень хорошее начинание. Оно развеивает некую таинственность, которая окружает работу Министерства иностранных дел и делает ее более понятной для таких, как я. Мне кажется, что многие другие министерства должны поучиться у МИДа. В ближайшем будущем это начинание станет трендом. Чем чаще люди читают международные новости, тем интереснее для них, что стоит за дипломатической стратегией страны и чем руководствуется МИД, вынося свои решения. В ответ на подобные вопросы сами дипломаты говорили, что всегда учитывают общественное мнение. Фундаментальная цель нашей работы – служить нашему народу, так как благодаря народу мы существуем и продолжаем работать. Нам нужна поддержка людей, их участие, поэтому мы внимательно прислушиваемся к общественному мнению и принимаем его всерьез. В то же время мы должны уметь выделять радикальные и экстремальные взгляды. Они не отражают настоящего мнения общества. Участники приема обсудили главные дипломатические события и темы 2013 года, в том числе китайско-американские отношения и территориальные споры Китая с соседними государствами. Одним из главных событий года стала встреча руководителей США и КНР в Калифорнии в июне. Они специально не стали посещать Вашингтон и провели вместе больше восьми часов, обсуждая международные дела и внутреннюю политику. Они выразили желание сотрудничать, а также заявили, что уважают различия между двумя странами. Это была беспрецедентная по своим масштабам и результатам встреча. В китайском аналоге Твиттера подписано уже больше пяти миллионов человек. А недавно китайский МИД запустил и собственное приложение для мобильных телефонов. Потребительская активность жителей Китая интенсивно развивает отрасль грузоперевозок. Об этом свидетельствуют последние данные Федерации логистики и закупок КНР. За последние 11 месяцев этого года объем данного сектора рынка увеличился почти на 10%. С подробностями мои коллеги. Стремительный рост. Так, эксперты хоризуют то, что сейчас происходит со сферой грузоперевозок Китая. Согласно данным Федерации логистики и закупок, за последние 11 месяцев общий объем частных почтовых и курьерских отправлений достиг 30 триллионов долларов. Это почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты уверены, это произошло благодаря увеличению количества интернет-магазинов. Развитие отрасли логистики и грузоперевозок напрямую связано с развитием китайской экономики в целом. И ноябрьские показатели это доказывают. Сегодня в Китае наблюдается настоящий потребительский бум. Причем наибольшую прибавку дала опять же сфера интернет-торговли. Вместе с растущим спросом увеличивается и себестоимость логистических услуг. В частности, подорожали морские и автомобильные перевозки. Так, например, морские грузоперевозки в ноябре подорожали на 10%. Что касается логистической сферы в целом, то все услуги по транспортировке также поднялись в цене на 10%. Ну что ж, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. По данным Гесметио, 28 декабря в Улан-Удэ ночью минус 18, минус 20, днем облачно минус 7, минус 9, ветер западный 1, 5 метров в секунду. В Иркутске ночью 12-14 градусов ниже нуля, днем облачно минус 2, минус 4, ветер юго-западный 1, 5 метров в секунду. В Чите ночью минус 17-19, днем минус 9-11, ветер западный 2, 7 метров в секунду. В Улан-Удэ ночью 17-19 градусов мороза, днем минус 9-11, ветер западный 1, 5 метров в секунду. В Пекине ночью минус 6-8, днем облачно 0, плюс 2, ветер северо-западный 2, 7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин